Итак, как вы помните, в предыдущей серии я раздумывал над тем, стоит ли мне захватить свой собственный замок. Ну, я над этим, конечно, так, нормальненько подумал. Ну, есть вещи, которые, конечно, за и против. Против, в основном, это то, что, значит, я еще 21 уровня. Это, конечно, мало. Отряд у меня, конечно, не очень. Для того, чтобы захватывать замки. И, ну, в общем, как бы сказать. Ну, значит, так вот, ну, опасненько, конечно, захватывать замок. И тут я, конечно, не знаю. Ну, за это то, что, ну, невозможность развиваться. Сейчас все, что я делаю, это я перетасовываю те же самые войска. Одни убираю, убивают других. Я набираю одних, значит, прокачиваю их, убивают. Набираю следующих, опять прокачиваю, опять убивают. И так далее, и тому подобное. Ну, короче, это не очень хорошо, конечно. Но, значит, все-таки я, наверное, решусь захватывать замок. Я рискну, потому что, ну, для этого мне, конечно, надо своему персонажу, значит, 18 силы, чтобы одеть там броню и взять в руки, значит, тяжелый, хороший молот. Ну, и, значит, ну, надо купить своим ребяткам, значит, оружие получше. Я тут смотрю, у меня, короче, есть, не знаю, сэр Рейн, который тоже абсолютно какой-то о ваших навыках. Конечно, это совсем не то, что Фредерик или сэр Джоселин. Поэтому я же говорю, что готово на ваше снаряжение. Я заберу у него дробящий стальной полиэкс. И дробящий стальной полиэкс я дам кому-то из, значит, я не знаю, кому. Ну-ка, сейчас посмотрим о Донжо. О Донжо поговорить о ваших навыках. Вот, Донжо 140, 182, 150, ну, не знаю, Донжо хоть двуручная, хоть одноручная. Лесли, Ансен, Юлия. Поговорим с Юлией о ваших навыках, Юлия. Ну, у Юлии тоже то же самое. Ну, не знаю, на ваше снаряжение. Большой молот, сингалистские стрелы. Ну, дадим Юлии дробящий стальной полиэкс. Сейчас я, наверное, сделаю кружок, попробую немного заработать денег. Не знаю, как это получится. И купить им какое-то более-менее приличное оружие, заодно прокачать себе. После этого я вернусь. И буду, наверное, атаковать все-таки этот замок Кнудар. Потому что надо будет успевать же. Так, вот тут какие-то еретики. Сейчас мы этих еретиков догоним и, наверное, убьем. Попробуем догнать и убить. Выбирать не с чего. Тут еще какие-то еретики. Вот сейчас мы займемся этими еретиками. Ну, чтобы долго за ними не бегать. Все. Ага. Вы были отмечены. Да. Как раз отмечены. Как те, которые вас победят. И конница, короче, да. Как всегда, все с лужниками. Лужники. Раз, сосредоточиться. Пехота. Вот наш сыр Алистер. На него вся надежда, конечно. Большая надежда. Значит, конница. Не пехота. Атаковать. Конница. Атаковать. Ну, и сам я, конечно, буду атаковать. Спешусь. Случники, конечно, это очень-очень удобно, как будем говорить. Такая артиллерия. Ну, он не попадет. Проблем. Не попадет, я понимаю, где Магнус. Лучше он сэр Алистер. Это хорошо. Сэр Алистер работает. Итак. Тап. О, ранено 10 человек. Миньон. Я же говорю, мне и заклинатели попали. О, и заклинатели. Отлично. Это значит, что у нас... О, Фрей Лена из Фитцвейна. Новобранец, крестьянин, крестьянка, пендерский мечник. Отпускаем. Берем новобранец ополчения. Угу. Наемный, Равенстерский, Фельдсвейский, Меттенхаймский. Некого выбросить. Не, ну, есть воин воинскери. Ну, все-таки конница. Шаман Блистых гор. Ларийские всадники. Ладно, готово. Поуправляем инвентарем. 32 сапоги, это хорошо. Изношенная стеганая куртка. Потертая стеганая куртка. Легкий арбалет. Ну, это все такое. И сейчас мы поедем в это самое. Падшие милитанские дворянины. Ну, не будем, конечно, мы сейчас подождем пока кто-то кого-то, наверное, падшие милитанские дворянины. Ага. Заклинаю. Змеиная жрица Ази Дахаки. Падшие милитанские дворянины. Семь и крестьянин. Мы, наверное, на них нападем. Угу. Чего вы хотите, Змеиная жрица Ази Дахаки? Страшноватая жрица. Наверное, точно Змеиный яд пьет три раза в день. Ммм, какие у нее вены черные спины. Сдавайся или умри. Как пожелаете. Атаковать всеми силами. Все, коница. Верхом. Получники. Раз, следа, точится. Вон, Ази Дахаки едут. Ази Дахаки. Да. Прихода. Атаковать коница. Атаковать. Укропы. Ази Дахаки. Как они там много. Я не знаю. Я с ним еще не встречался. Наверное, серьезные ребята. Все любые убийцы. Без ази Дахаки. Слабцы. Больше не дыхание. Но. Я пока. Я его лучше. Но стоит денег. А? Чтобы из них еще какое-то внутреннее помыли. Все убили. Один бы получили. Так. Посмотрим. Да, ранен один. И тут крестьянин. Они, наверное, просто тупо не попадают в плен. Я же его... Не воина в Энскерии нельзя взять. Не налетчик, а наемный скаут, наемный всадник. Я не понес потерь. Ладно, готово. Управлять инвентарем. Зубриная древкая булава с шипами. Круто. Крутой лучник. И что я с этого получил? Ничего. Пладшие милитарские двори не. Едем в Вентхольм. Угу. Посетим таверну. Тут торван, оборван. У меня тут есть пленники. Продаем этих миньонов. Магнуса. Заклинатель. Заклинатель по 700 копеек. Нормально. И крестьянин. Готово. Турван, оборван. Милитанский вольный брат. Нет, мы не будем брать. Да, в общем, нам некуда брать. Милитанских вольных братов. Братьев. Ну, продадим этот мусор. Ази Дахаки. На 700 копеек. На 790. Кувалда. В общем, ничего хорошего. Мы с этого не поймели. Длинный композитный лук четверка. Не знаю. Можно, наверное, взять длинный композитный лук четверка. За 1200. Возьмем. Я не знаю точно, есть ли у меня длинные композитные луки. Четверочные. О, возьмем. Еды. Ну, все. Взад. Уйти. Не знаю. Может, осмотреть город. Как-нибудь в следующий раз. О, а это кто такие? Еретики, похитительницы, девственницы. Патрулируют. Заклинатель еретиков. Ну, шо ж. Вы попали, еретики. Что я могу сказать? Вы попали, еретики. Похитители, девственницы. Ага. Ну, тут, короче. Пикировка всякая. Все возможно. Ну, так вот. Значит, на этот раз мы конницу посадим верхом, как всегда. И сразу отправим вот так. И приходит сразу. Отправим вот так. А лучники, значит... Будут следовать за мной. Следовать за мной. А потом вот удержать будут позицию. В приморских степях с севера. Или что там, в запада. Ага. Вот они будут держать позицию. Здесь я спешусь. Возьмем в руки кувалду. И пойду разбираться с этими крестьянами. Какие тебе говорят. Помните, мне надо 18 сил. Я улучшил навык оружия на 237. Оттого. Вот так вот. Вот и все. Да. Итого мы поклонники, магнусы, миньоны, беженцы и примкнувшие к ним крестьяне. Опять взять некого. Бандит-разбойник. Про что я говорю? Что невозможность развиваться. Помятая кожаная опять наберем сейчас. Ржавый маргинстерн, кожаный жилет, перчатки, треснутый щит. И вот все такое прочее. Очень хорошие, очень ценные вещи. Искательница приключений у нас есть. Так, готово. В общем, мы, наверное, отправим эту фрелину из Фельдсвейна. Потому что мы кого-то лучше возьмем. Лучше этой фрелины тоже с опухшими глазами. Наверное, успели эти змеи-поклонники. И чехто их там напоить ее ядом. Добро пожаловать. И что мне теперь делать с вами? Ну, я вас отправлю в ваш Фельдсвейн. Ну, и получу очки чести. И мои отношения с леди Аделиза выросли с 0 до 5. Хорошо. Я рад. Леди Аделиза это хорошая подруга. Она будет распространять. Она, наверное, какие-то хорошие эти самые. Пендерский новобранец. Наемный мечник. Наемный скаут. Я не знаю, у наемников есть ли какой-нибудь лучник. Надо посмотреть будет. Может, лучше из этих скаутов, из сержантов лучше лучники. Стражница. Возьмем одну стражницу. У меня тут пленники на продажу. Поклонники Ритиков, Магнус Ритиков. И сейчас, сейчас, в данный момент, я вспомнил, что у меня было куплено два этих самых. Как сказать, две карты сундука в Воланбре. Интересные слухи. Ага. Гуннер из Воланбре говорит его кузену, что налетчик Ванскерри, в настоящее время сидящий в темнице, утверждает, что мощный ярл Ванскерри планирует привезти большую армию в Пендер. Очень хорошо. Мне так нужны эти сведения, что... Давайте возьмем одну стражницу. Да, вот одну из вас за 50 копеек. На торговую площадь. И здесь мы продадим опять весь этот еретический мусор. Назад, назад, уйти. И продолжим наше движение где-то так в сторону Воланбре, там где наши сундучки, которые мы купили эти у них. Итак, мы видим, что с азидахи у нас пока что плохо. Так, а что у нас там все это самое. Адон же грабитель. 5 плюс 1. Будем говорить 6. Отличный грабитель у нас есть. Но мы ни черта не получаем. Значит, адон же надо это самое. Вот. Ярла, Хагара, Трехпалова. А это просто какие-то налетчики. Левые. Сейчас мы их, короче, этих налетчиков. По дороге. О, они вступают в бой. Хорошо. Не надо будет за ними бегать. Лучники. Рассредоточиться, конница. Вверху. Лучники. Наступать. Да не, мне не нравится наступление моих лучников. Лучники. Вот тут держать позицию. Вот тут, конкретно. Пехота. Пехота. Атаковать. Атаковать. Конница. Атаковать. Атаковать. КОНЕДПО знакомые. Заметки. Атаки. Атаковать. Историй. Атаковать. Атаковать. Бравка. Л치�bal Internад. да кто-нибудь, только что успел по заднице лошади дать кувалдой, лошадь миров, просто получила ускорение и все, ну может хвост ей почесал да, поубивали, наверное, всех поинскерей, не, шестерых все-таки кто-то, или СРН, или СРАЛЕСТЕР, все-таки тут еще еретики тоже, эти, с дубинами, СРН, молодец СРН, так продолжите, у нас есть налетчики Ланс Керри, разбойники, воины Ланс Керри, у нас есть Фрейлина из Ферцвейна, мы ее, значит, нанимаем, и сейчас опять с Ферцвейном, потому что Ферцвейн, это, наверное, та, толстый, круглый, толстый, круглый мы возьмем, нам надо толстый, круглый, ага, изношенный, погнутый, металлический рельефный, о, тут еще рыба есть, изношенный, круглый, металлический рельефный мы, наверное, продадим, потому что, ну, не нужны нашим бойцам щиты, ну, разве что у Валенбрей кинем в сундук, так, у нас вековийский коник стал вековийским рыцарем, и Фрейлина, и из Ферцвейна, мы с ней поговорим, ага, и освободим ее, следи Тиммити, у нас возросли, мы не ожидали этого, так, прибываем в Валенбрей, прибываем в Валенбрей, идем в таверну, и в таверне, молодые Ферцвейнские, сэр Джосли, вот так вот, возвращение, сэр Джосли, хорошо, хорошо, очень хорошо, на торговую площадь, и здесь мы, значит, продаем весь этот, ну, ладно, металлический щит мы оставим, на всякий случай, мало ли что, вдруг наша политика изменится, и нам понадобятся щиты, и тут как из-под тяжелая булава одноручная, назад, назад, уйти, так, посмотрим на нашего сэра Джослина, ага, мы по вам скучали, сэр Джослин, выше, 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 выше сэра Рейна, поговори с сэром Джослином, в ваших навыках, ну, ну, это совсем другое дело, совсем другое дело, ваше снаряжение, о, древковый молот, древний гравированный щит, очень хороший, кстати, очень хороший, 600 у него, это самое, ну, хотя у меня и 547, и тоже это неплохо, что у вас там с этими вещами, всеми остальными, тяжелый большой, отлично, 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 значит, я схожу, посмотрю, посмотрю сундук, на которого мы уже купили две карты, о, я что-то не туда нашел, на которой мы уже купили две карты, и в этом сундуке, наверное, что-то есть, посмотрим, не мешало бы получить уже что-нибудь, приличное, ну, какие-то там, драные эти самые колпаки и всякое барахло, вообще, не факт, что там только драные колпаки и барахло, там ходят крестьяне, крестьянка, постоянно, как я не прихожу сюда, они здесь ходят, может быть, они самое ценное забирают, может, надо их обыскивать перед тем, как, ну, в тот момент, когда их встречаю, иду к сундуку, подлый волонбрейский мещане, о, а, это моё, а тут ничего, только в одну барахлу, блин, ну, ладно, давайте барахлу, забьёмся древними гравированными щитами, барахлу тоже пойдёт, шапочка, шапочка, шлем наёмника 46 плюс 3, 48, опять щиты, гендерский большой, комплект метательной ножи, отличный лук дешар, щиты, они щиты, турнирная копия, сингалийские стрелы, ритуалы культа змеи, ну, я не знаю, насколько мне нужен этот шлем, наверное, его продал, и вот этот ржавый, тёмный, джейцарский, тоже, если никому не понадобится, их просто продал, всё, назад, уйти, и посмотреть на свой отряд, серый, ну, тут понятно, а что там у серого, серый, 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 алистер, диз, юлия, ансен, адонжа, лесли и алиса, ну, у всех нормальный шлема, никому это не надо, значит, мы зайдём на торговую площадь, торговцев бронёй, 58-22, усиленная геральдическая, с табортом, 41 тысяча, всего-навсего, 58-22, да неплохо, но 41 тысячу я не отдам сейчас, конечно, не при каких условиях, ну, тут даже шлем с короной есть, специально для заезжих королей, заехал король, ну, или заплыл там в порт Воланбрея, прошёлся, я посмотрел, утрогутся, о, короны, а, что не купить себе новую корону, какому-нибудь королю, это запросто, ну, это разное барахло, ага, всё, оружием, тоже разного барахла, ага, лишнее разное барахло, назад, лошадьми, тоже разное барахло, назад, и трое с разными товарами, которые мы продадим тоже, разное барахло, ещё к тому же, мы продадим ему комплект метательных ножей, ага, и продадим, осадный арбалет и стальные болты, отличный лук-де-шар мы тоже продадим ему, вот так вот, да, ну, отлично, и купим у него фруктов, ну, не знаю, не знаю, ну, давайте купим рыбу ещё какую-то, ну, вот и всё, да, зайдём в таверну и спросим, может, сейчас кто-то не может добраться до сундука, Волан Брей продаст нам карту, о, сара-лиса, ха-ха, прекрасно, убегаем, убегаем от сары-лисы, у меня полный отряд, ммм, иначе сейчас не согласится, сара-лиса, стражница, да иди погуляй, стражница, давай поговорим опять с сара-лиса, да верно, ай, сара-лиса, сара-сара, где ты есть, уже сбежала, наверное, сара-лиса, ну, а там ещё кто-то есть, сар-роланд, сара-лиса, э-э-э, поговорим с ср-возвращением, отлично, так, уйти, и мы возьмём сара-лур, У нас есть деньги И мы можем себе этого позволить Мы отправляем Значит наемного мечника Распустим Готова Валенбрей Таверну Отлично, сэр Роланд Да Так чем вы занимались? Я продолжаю Свою миссию по восстановлению правосудия Хорошо, вы могли бы пригодиться По один одиночка Я полагаю, что вместе Мы можем совершить Больше в имя правосудия Да, тогда мы договорились Угу, угу Восемь тысяч, хорошо, сэр Рейн Ну, насколько я понимаю Тут же в городе Валенбре По-моему Или в Явисхольме Базируется этот Рыцарь Расцвета Да Нам надо с этими рыцарями Расцвета Помириться Тогда мы будем иметь какие-то плюшки и бонусы Я, правда, не помню какие Ну Значит, да Выше Сара-лиса Поговорить с тобой, Сара-лиса О твоих навыках Значит, у тебя Двухручная, древковая Стрельба из лука Сильный выстрел Тройка Сил 11 На ваше снаряжение Равенстенский длинный меч 11 силы Ну, что я тебе могу дать на 11 Ну, пусть будет длинный меч Равенстенский И что у тебя здесь Стрелы дешар Сингалистские стрелы Еще стрелы дешар И отличный длинный лук Тройка Мне бы надо, наверное Стрелы дешар у тебя отобрать А сингалистские тебе дать Дай мне тебе пока Мелентайнские Кавалерийские Ну, а шапочка у тебя 50 Тут у тебя все Пока нормально Все, хорошо Будем иметь еще одного стрелка А то он вообще стрелок у меня Сара-лиса Да, лучник Ну, а теперь Познакомимся с сэром Роландом Говорить В ваших навыках Ну, сэр Роланд Двухручная 370 Древковая 400 Стрельба 32 Ну, примерно Чуть-чуть хуже Чем сэр Алистер Но Тактика Семерка Наблюдатель 5 Поиск пути Тройка Перевязка 3 Первая помощь 3 Лидерство 6 Владение оружием Мне не надо Твое лидерство Значит Надо ваше снаряжение Дворянский меч Длинное рыцарское копье Вот тебе большой молот Вот это все Что я тебе А вот каску я продал Каску я продал У меня был где-то такой А, значит Был шлем Боевой конь с белой попоной Очень надо Очень Боевой конь с белой попона Это очень нужная вещь Ну, тарч Ордена Рыцаря Расцвета Вес 4 Скорость 90 Ха Да нет Не нужен нам этот тарч Мы сейчас его продадим А вот где тебе шапку брать Я не знаю Честное слово У меня были шапки Но я же их продал Пока будешь без шапки Не важно И будешь ты пехота Ну ты же так есть пехота Да Да, выше Прям за сэром Малестером Нет За сэром Джусселя Пока что ты у нас новичок Торговую площадь И мы продадим Вот это вот все Погнутые длинные луки Нам нафиг не нужны Щит Ордена Сокола Усиленный Круглый щит Нам бы Ну не знаю Ну какую-нибудь шапку Где-нибудь ему взять Этому Назад Броневой Ну какую шапку Можно взять 43, 40 50 53 Еще Старый царский шлем За полторы тысячи За 55 Плюс 55 Корона за 1700 2800 Старый барклайский Турбхель Ну не знаю Может ему Старый Рейцарский шлем Или Шлем с короной Старый рейцарский шлем Могу померяю Ведро А шлем с короной Тоже в ведро Старый рейцарский шлем Купил ему старый рыцарский шлем Поговорить На ваше снаряжение Будет похож Парень с ведром на голове Неплохо Готово Мы можем ехать в Явисхольм Можем ехать в Сингал Съездим в Явисхольм Какая разница Сейчас наша цель в том Чтобы побольше подраться О, братство красное Давайте Явисхольм съездим Посмотрим Посетим таверну Может здесь в таверне кто-то есть еще Вековийская охотница на людей Купец Зевисхольма Отличные ребята Вековийскую охотницу я бы с удовольствием взял Длинный композит Древний гравированный щит Значит Но Некуда, некуда мне брать ее Поэтому я возьму длинный композитный Лук Возьму И отличный дробящий стальной полиэкс Ха-ха Прекрасно Отличный Погнутый древковый молот Удар 47 32 Скоро 67 Зачем он мне нужен Погнутый Мне нужен хороший древковый молот Назад Назад уйти И кому мы дадим дробящий полиэкс Алиса Лесли Адонжа Дисаролиса В ней 11 сил А дробящий полиэкс По-моему Надо 12 сил Или 14 Лесли Поговорить с тобой В ваших навыках Лесли Хоть дробящий полиэкс Хоть дробящую кувалду Ей все равно Мне все равно Что двухручная Что древковая Готово Неважно Лесли Адонжа Поговорить В ваших навыках Адонжа 140 183 Древковая Двухручная Готово На ваше снаряжение 49 35 5 50 Не знаю Не знаю Тяжелый большой молот У нее есть Назад Ну ладно Давайте посмотрим Еще кто у нас там есть Юлия Юлия Говорит с Юлей В ваших навыках Юлия 115 Готово На ваше снаряжение Дробящий стальной полиэкс У Юлии А ну-ка давайте посмотрим Уедиза Говорит Идиз В ваших навыках 100 112 140 Стрельба Из лука Угу Готово Идиз Сэр 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 Алистер Сэр Сэр Джусселин Сэр Рулан Сэр Рейн Может кому-то из них дать Отличный дробящий полиэкс Алистер Сэр Ну давайте посмотрим Сэр Джусселин В ваших навыках 380 Готово На ваше снаряжение Ага Древковый молот Назад Не важно Угу Сэр Оланд Говорит В ваших навыках Древковая 400 А двухручная А На ваше снаряжение А давайте-ка вот так Отличный дробящий полиэкс И кувалду Угу Не важно Отлично Посмотрим Что из этого получится Едем мы Значит в Сингал 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 Да Сингал Едем мы в сингал Игроку осталось Да нормально Если игроку осталось До 18 сил Это кто такой Черный шабаш Ну пусть Черный шабаш Разберет Ага Заклинатель Магнус А ну-ка давайте Сюда идти Черный шабаш Сейчас мы Пошабашим Немножко с тобой Ого Не Вот это парень Которого мы Не догоним Ну А жаль А жаль Что-то мы Медленно Передвигаемся Опа А кто это Тут у нас Бьется Компания Искатели Освальда Дефлера Рыцарь Отступник Деш Из Дешар Добивают Освальда Дефлера А что У него Там есть Сквари Отступник Черного Сердца Присоединимся К ним Нам все равно Освальд Дефлера Или кто он там Нам наверное Надо накапливать Лучников Я даже не знаю Наверное Всех лучников Надо сбрасывать Низ В том числе И пендерских Бронированных Будем только Использовать Своих Лучников Всех Остальных Будем Накапливать Так И вступаем В битву С компанией Ага Атаковать Семьми силами У нас 786 Воинов Против Их 16 Прихода Атаковать Гонить Вверху Тоже Атаковать Мусульный Дефлэр 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 Атаковать Семь Дефлэр Семь это не наша битва поэтому я не ввязываюсь в драку смысла нету даже если я кого-нибудь оглу суду я все равно его не получу поэтому недостаточно много воинов чтобы победить 16 человек потери союз альонский сквард продолжить хаджана бибей спасибо однако мы не знакомы но мы познакомились с хаджаном на бибеем и у нас значит о на юмору он кавалеристка бронирован лесной бандит рыцарь отступник и сквайр отступник надо отдать кого-то мы отдадим наемного мечника и возьмем рыцаря отступника черного сердца и еще кого-нибудь отдать чтобы взять сквайр отступника черного сердца но нам некого у нас такая прокачанная армия что нам некого давать кавалеристку можем отдать наемного скаута наемный всадник давайте дадим наемного скаута возьмем сквайр отступника черного сердца чуть выше литал дирана пусть будет еще один рыцарь дэрвис рейдер но это такое дело дэрвис рейдер готово управление инвентарем ну тут такой инвентарь который мы конечно сейчас продадим как нибудь 30 копеек это не лишнее да 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 хорошо хорошо расстройся сэр роланд нам нужно это алиса мы ничего не можем с этим сделать посетим таверну сингал который будет скорее всего так работоргуются хотите взглянуть вас может заинтересовать работоргутся рамуна и в ближайшее время мы ничего не сможем сделать с этим и наверное делать даже ничего не будем так может там что-нибудь вал андрей поделиться спасибо это было интересно вильям шекспир до встречи эфин и финанс дигит 100 копеек 160 копеек 159 мы заработали на эти колготках там на чем там еще ну вот принципе мы вернулись на то же самое место откуда мы и стартовали эту серию буквально там подумаешь наверное следующей серии если все будет удачно то в следующей серии мы закончим подготовку штурму а может быть и даже уже будем штурмовать замок но я все-таки наверно думаю что я буду штурмовать вот этот замок почему потому что мне придется сразу не смогу удержать сразу мне придется приносить кому-то клятву верности какой-нибудь шарашки типа фирсвейна ну и тут близко эти висхольмы все эти ну значите так вот а основная конечно задача это значит вот чтобы недалеко от сингала замок чтобы можно было возить у верный рыцари рыцари заката воюют с рыцарями как его сказать рассвета я попробую в следующей серии значите атаковать вот этих рыцарей заката потому что все таки я не знаю рыцарь заката это у меня по моему сыр алистер а ну поговорим с сыром алистер а я хочу кое-что у вас спросить да хорошо расскажите мне еще раз о себе не непонятно не указано точно рыцарь заката ну то что он против рыцаря рассвет это понятно ну ладно ладно хорошо ну и так значит в следующей серии я уже объяснил что мы будем теоретически делать следующей серии да на сегодня все наверно покажу все да